Сегодняшнее утро для жителей Херсонской и Запорожской областей, находящихся в одном из пунктов временного размещения, началось с приятной неожиданности. Библиотека пополнилась свежими экземплярами книг для взрослых и детей. Эмоции, потому что у нас, как и все, любители читать, и дедушка наш, и бабушки, и мы, и папа, и ребенок. Я думаю, что только положительные эмоции. Ирина из Херсонской области – преподаватель по образованию, учитель русского языка. У них дома, по ее словам, было много книг, и страсть к чтению сохранилась до сих пор. Мы выбрали в основном детские. Нам, скорее всего, придется переезжать из Анапы, поэтому много книжек взять не можем, но все, что сможем прочитать здесь, прочитаем. Спасибо большое. К нам здесь прекрасно относятся, и акция тоже по-своему прекрасная. В основном я взяла на будущее старик Хатабыч. Это я беру все сыну. Сказки, Дон Кихот, Кошкин дом. Книги помогли доставить волонтеры Анапского индустриального техникума, а привезли их члены регионального и местного отделений партии «Единая Россия». Всего около полутысячи экземпляров – энциклопедии, художественная и обучающая литература. Также планируем раздать во все пункты временного размещения, чтобы у каждого жителя Херсонских областей, ДНР, ЛНР была возможность ознакомиться ближе с нашей русской литературой. Библиотекарь рассказывает, прибывшие в пункт размещения читают охотно. Кто-то берет книги на дом, другие любят посидеть здесь, в зале. Сказки, энциклопедии, иностранная литература, отечественные детективы – все по разделам. Первый заместитель председателя законодательного собрания Краснодарского края Николай Гриценко уверен, для вынужденных переселенцев сейчас многое начинается с нуля. Наш славянских народов много, как минимум три крупные такие агломерации – русские, украинцы, белорусы. И нас разъединяют, разъединяют, пытаются нас растворить, пытаются нас разобщить, вбить клин, но это никому не получалось в прошлом, не получится и в будущем. И вот одна из наших задач с маленькими детками, начиная с любого осознанного возраста, заниматься, чтобы им помогать здесь обрести новых друзей, обрести новое понимание окружающей действительности. Кроме того, гости встретились с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Их около десяти, от 8 до 12 лет. Они уже несколько месяцев посещают творческие занятия. В библиотеке у каждого ребенка есть свои любимые произведения. А теперь, когда этот список пополнился благодаря новым книгам, занятия станут еще продуктивнее. Родители особенных деток поблагодарили гостей за оказанную помощь и внимание. Если есть проблемы, есть куда обратиться за помощью, если проблема никак не решается. Вот это вот чувствуется поддержка. Это очень помогает, потому что, когда ты приезжаешь в другой город, и ты не знаешь даже, к кому идти и к кому обращаться. И если тебе где-то закрывают перед тобой двери, и ты не знаешь, у кого просить помощи. Ну вот за это большое спасибо. Если есть проблемы, можно где-то ее решить. Это вынужденная ситуация, где не помочь мы не имеем права. И это наша прямая обязанность. Всего же члены партии «Единая Россия» подготовили около 6 тысяч экземпляров книг. И совсем скоро гости Анапы смогут взять новую литературу. Ольга Жмак, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.